Значения встроенных типов C++ задаются при помощи литералов. Целочисленные значения можно задавать следующим образом. Если я хочу дать значение типа char, то я могу указать соответствующий символ. Например, символ A в латинской букве будет соответствовать числу 97. То есть если я напишу, что в коде программы и в кавычках, это будет соответствовать числу 97. Все целые числа по умолчанию имеют тип int. Если к целому числу добавить специальный суффикс l, то данное целое число будет иметь тип long, или long int, что то же самое. Если я хочу указать число без знака, тогда нужно добавить суффикс u, что означает unsigned. Соответственно, если я просто укажу 1703 u, это будет соответствовать числу типа unsigned int. Ну и если я захочу указать число типа unsigned long int, то я комбинирую суффиксы. В данном случае полученное число будет беззнаковым длинным числом. Числа с плавающей точкой по умолчанию имеют тип double. Если я хочу, чтобы указанное число имело тип float, тогда мне нужно указать специальный суффикс f, который означает float. Для чисел плавающей точкой есть специальный синтаксис указания чисел с экспонентой. Например, если я напишу 30e8, то это будет соответствовать числу 30 умножить на 10 восьмой. Значение типа bool задается при помощи двух ключевых слов. True, который соответствует истине, и false, который соответствует лжи. Если я хочу задать строчку, то я указываю строчку в двойных кавычках.